Наталья Васильевна Сегодня тема нашего разговора, по-моему, замечательная, на мой взгляд, события. В понедельник был освящен купол, крест и барабан, который будет устанавливаться в вторник, среда, на колокольню храма. Расскажите, пожалуйста, какие сейчас работы проводятся и как Вы шли к этому мероприятию? Ну, во-первых, шли мы к этому мероприятию на протяжении целого года и уже было принято решение начать реставрационные работы, ну, в первую очередь, крыши, еще в прошлом году. И мы объявили о том, что мы будем собирать средства для ремонта кровли, которая уже износилась, за 30 лет не было произведено никаких работ в этом направлении, и у нас уже были даже протечки в храме. Поэтому вопрос стал ребром, и нам пришлось приступить к этому делу. Но замена кровли, она повлекла за собой и штукатурку всего храма, и замену всех окон в храме. И потом, еще как дополнительно, мы хотим, если опять же хватит нам средств, которых катастрофически на данный момент не хватает, мы еще хотели бы сделать красивую ковку на храм. Некий такой декор, чтобы все-таки было приятно посмотреть на наш замечательный, намоленный храм. Храм прекрасный, и я думаю, что, наверное, большее количество димитровградцев, они крещены в этом храме, они обвенчаны в этом храме. И для многих димитровградцев, как я знаю, за небольшой период времени служения здесь, в Димитровграде, это любимый, наилюбимейший храм. Это один из старейших храмов Димитровграда, действительно, ни одно поколение димитровградцев выросли. И, конечно же, то, что там почивают мощи небесного покровителя города Димитровграда, преподобный исповедник Гавриила Меликесского, это тоже свидетельство и залог любви православными христианами этого места. Вообще, ремонт храма, да вообще сам по себе ремонт дело действительно затратное, когда начинаешь его рассчитываешь на одну сумму, на один объем работ, соответственно, потом начинают скрываться, как вы говорили, разные дефекты, скрытые, которые необходимо устранять. Вообще, как говорится, за чей счет ремонт производится? На данный момент все работы, которые уже сделаны, а это почти перекрыта вся кровля храма, осталось только под колокольню не заменено железо, чтобы работы ведутся на колокольне, чтобы не повредить новое железо. Закончена штукатурка центрального барабана, и уже подходит к концу штукатурка колокольни. Вот установить должны будут купол, который мы осветили с крестом, и на данный момент мы выплатили те средства, которые были пожертвованы в основном прихожанами. Это, в первую очередь, конечно же, наши незаменимые и любимые бабушки, потому что они с каждой пенсией стараются принести какую-то жертву, лепту на храм Божий, потому что они любят Господа, и они любят Его дом. Были несколько перечислений от руководителей фирм, но, к сожалению, этих денег мало, и вот у нас наступает время выплаты уже второй части средств за проделанные работы, и нам немножко еще не хватает. То есть, в принципе, сбор пожертвований продолжается? Сбор пожертвований продолжается. Мы делали объявления в газете и также пускали бегущую строку и в телевидение, по телевидению, но как-то неактивно откликается народ. К сожалению, но я думаю, что Господь не оставит это благое наше намерение, что все-таки люди, как говорится, немножко так скооперируются, и все-таки мы вместе довершим ремонт этого храма. И что хочется, конечно, сказать, что это только внешний ремонт, а у нас еще есть, стоит проблема и внутреннюю сделать, сделать ремонт и привести благолепие храма внутренне. Что внутри планируется делать? Я так понимаю, это уже на следующий год. Да, если Господь благословит, то в этом году мы закончим все внешние работы, и на следующий год мы хотим приступить к внутренним работам. Там объем работ тоже немаленький, потому что внутри алтаря проседает немножко пол. Это значит, что нам нужно думать и выравнивать пол. Да и вообще по всему храму он так немножко у нас неровный. Это значит, что нужно заменять пол. По благословению Владыки мы хотим расширить алтарь, потому что место очень почитаемое, и такие вот большие дни и праздники, как престольный праздник, праздник преподобного исповедника Гавриила. Как вы знаете, стекается большое количество народа в наш храм, большое количество духовенства. И алтарь, он не вмещает в себя, он даже не был приспособлен для таких соборных больших служб. И поэтому мы хотим немножко вынести алтарь, иконостас вперед, к центру храма ближе, чтобы немножечко расширить иконостас, алтарь наш. И потом, конечно же, мы хотим, чтобы, если Господь опять же благословит, подреставрировать наши чудесные росписи, фрески. Да, потому что тоже они уже немножечко подозносились, где-то штукатурка отваливается, где-то краска, ну, есть фронт работ большой. 30 лет, знаете ли, срок немалый. Да, и, конечно, все это мы будем готовиться сделать к 30-летию храма, которое мы приурочили к дню 17 октября, это день памяти преподобного исповедника Гавриила Меликесского. В следующем году будет 30-летие нашего храма и 15 лет со дня прославления преподобного исповедника Гавриила. И я думаю, что мы совместно с городскими властями сделаем общегородской большой праздник. На таком достойном уровне мы пригласим также к нам и митрополита Симбирского и Новоспасского, также епископов из духовенства, из ближайших нам епархий, потому что Гавриила Меликесского потихонечку-потихонечку многие уже узнают, многие уже приезжают сюда просить его святых молитв и получают, как говорится, на свои просьбы ответ. Если говорить все-таки о продолжении сбора пожертвований, расскажите, пожалуйста, где могут сделать пожертвования горожане? Горожане могут сделать пожертвования непосредственно в храме. Если кто-то не хочет, как говорится, чтобы мы знали его имя и сделать это, как нам говорит Священное Писание, сделать правой рукой, чтобы не знала левая, то можно прийти и опустить церковную кружку, кто сколько может. Потом можно передать пожертвования непосредственно. Мне я нахожусь сейчас почти всегда в церковном доме. И можно перечислить на наш счет. Есть у меня еще такие мысли, что если, может быть, кто-то хочет, допустим, не хочет передавать, собственно, деньги, то мы можем предоставить СМИ эту работу, допустим, на ковку. Может быть, кто-то скажет, я хочу сделать, чтобы я оплачу главный козырек, потому что мы меняем при входе к вам. Но там еще много есть у нас декорированных таких элементов, и на все есть уже расценка. Кто-то скажет, я хочу сделать то-то. Или я, допустим, батюшка, оплачиваю окна. Пожалуйста, мы можем не брать никаких средств, просто этот человек перечислит на ту фирму, которая будет этим заниматься. Может быть, это для кого-то будет как-то, ну, не знаю, как сказать, надежнее. Да, я хотела сказать слово «действительно надежнее», потому что, ну, все-таки, к сожалению, наверное, жизнь у нас такая, что у нас верим только глазам своим. Пожалуйста, нет никаких проблем в этом, да, и если человек подойдет ко мне, я с удовольствием предоставлю ему все сметы, и он может сделать непосредственно перечисление фирмы-изготовителя. Я надеюсь, что наш сегодняшний эфир с вами действительно возымеет достаточно большое действие, и люди действительно всем миром помогут Свято-Никольскому храму к своему 30-летию преобразиться. Я думаю, что те работы, которые уже произведены, они действительно дадут определенный положительный эффект и толчок, и люди увидят, что действительно храм преображается. Спасибо большое. Мне бы, конечно, хотелось еще обратиться к горожанам и напомнить о том, что храм создавался посредством взносов бабушек и жителей города, и, как говорится, по всему миру собирали средства. И также сейчас мы проводим этот ремонт за счет тех людей, которые неравнодушны к нашему храму, к нашей главной святыне. Мне хочется пожелать всем, кто все-таки остается неравнодушным, всем, кто вносит лепту в строительство и ремонтные работы нашего храма, пожелать, чтобы Господь приумножил ваше состояние, и по молитвам преподобного исповедника Гавриила Господь дарал вам мир, любовь и тепло. Спасибо. Спасибо вам большое, что нашли время, приехали к нам в студию. Спасибо за внимание телезрителям. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова